Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Откуда вы знаете? Скажите, что такое развитие, и мы узнаем, развиваетесь вы или нет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Жил человек, жил заболел и умер Это развитие, это точное изменение, правда? ну вот, на самом деле есть философии Разные понятия развития например есть такое понятие развития как круговое развитие круговое изменение ну вот сейчас у нас что у вас весна сейчас будет температуру все выше выше высший раз и будет все расцветать будет лето вот вам как вы говорите лучше лучше будет будет лето а после это будет очень тоже хорошо много всяких продуктов сельскохозяйственных изобилие фруктов овощей так золотая осень потом золотая осень кончается а движение продолжается зима тоже хорошо на лыжах можно кататься на коньках ходить народ румяный особенно вот когда нет таких дождей как в этот в эту зиму и наконец начинается весна приехали а после весны что лето и так и движение по кругу дескать ничего особенно нового то не происходит а все так вот и все возвращается на круги своя так говорят вот есть такое понимание развития есть другое понимание развития вот вы смотрите сейчас идет все на тепло на тепло на тепло на тепло потом раз и пойдет на холод на холод на холод на холод когда с осени начинает а потом опять на тепло на тепло на тепло зимой то опять на холод на холод то вперед то надо что вперед то назад как будто есть какой-то переключатель который это все переключать в одну сторону то в другую ну есть то понятие развития которое можно сказать сложилось под воздействием гегелевской диалектики в которой в самой уже книги заложено что каждая следующая категория содержит в себе все предыдущие начиная с чистого бытия это так далее далее каждая следующего категория цепочка которая включает все содержание предыдущие является его снятием значит включает в себя и тогда получается что развитие это движение простого сложному что такое сложное да совершенно правильно спасибо сложно из простых сложно а потому и сложная сама сложена из простых и вот так ведь еще время усложняется 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 уторняться движение простого к сложному а можно сказать низшего к высшему так вот развитие это растение так идет до развития животных так идет развитие человека так идет вот вы так вот развивайтесь рассказывали за от низшего к вышему все лучше и лучше и так далее но это так сказать общая линия развития развитие это движение простого сложного низшего к вышел иногда говорят от простого сложного сложному от низшего к высшему это не очень удачное высказывание почему потому что можно подумать что кто-то 3 идет от простого сложного не 3 идет а сама вот это простое усложняется или сама нише она идет к высшему идет его развитие они развитие чего-то еще третьего которую от простого к сложному от низшего к высшему совершает движение но тот же анализ который гегель делал он уже в учении о сущности показывает что всякое вот это усложнение связано с разрешением противоречий что не так просто это просто складывается как кубики все сложнее и сложнее и сложнее поскольку это не откуда-то снаружи добавляется что-то да а это так сказать изнутри идет идут импульсы потому чтобы все усложнялось переходила от низшего к высшему чтобы простое превращалось сложное поэтому поэтому развитие надо понимать не просто как это движение который мы совершенно правильно определили а как такое движение низшего к высшему простого к сложному который идет через разрешение противоречий ну кстати вот на лекции можно было не ходить правильно можно ходить можно не ходить ходить не ходить не ходить не ходить ходить не ходить те кто пришли разрешили это противоречие в сторону движения на лекцию кто не смог его разрешить тот разрешил противоположным направлений и так всяк во всяком движении по всяком движении связанном с развитием есть противоположные тенденции ну раз у движения противоречиво то и одна тенденция совпадает с направлением развития а вторая тенденция противоположная она противоположно развитию и у них есть название как бы вы назвали такую тенденцию в развитии которая совпадает с направлением развития тенденция в развитии который совпадает с направлением развития а есть противоположные тенденции в развитии которые противоположно развитию вот как их назвать прогресс и регресс то есть для того чтобы сказать что такое прогресс надо рассмотреть развитие посмотреть какие в нем есть противоположные тенденции и ту тенденцию которая совпадает с направлением развития назвать прогресс а противоположную которая противоположно развитию но в развитии назвать регресс и вот это вот борьба противоположных тенденций есть борьба прогрессивные тенденции и регрессивный а по отношению к обществу регресс еще по формулируется как реакция то есть реакционные тенденции знаем такие да ну самый простой пример у нас прямо на лицо вот мы с вами занимаемся развиваемся но стареем же вот какой курс уже в первом семестре в моложе были ну а потом будет второй курс первокурсники вас моложе потом 3 потом 4 потом закончите быть уже не студенты и так далее так далее а есть процесс то же время что такой процесс возрастания возраста торопись сделать хорошее дело потому что сказать возраст нас ограничен или как некоторые товарищи говорили например шутов писал свои книги про собчака что из этой жизни еще никто не вышел живым ну возможно по вам это удастся я вам это желаю но опасаться надо что вот есть такая опасность причем этот процесс идет без всяких наших усилий правда и он причем связан как раз всем одновременно люди возрастают мужа и становится красивее лучше обогащает себя знаниями это один процесс а есть прямо противоположный процесс идет в это то же самое время ну точно так же как вот вы дышите какой-то процесс от что вот однолинейный нет то если вы дышите значит вы поглощаете кислород а у вас не происходит увеличение углекислого газа накапливается он в организме постоянно правильно поэтому вам для того чтобы не отравиться этим углекислым газом надо вдыхать постоянно и человек не может не дышать иначе вот такое или это я уже проводил такой пример вот вы моргаете а почему вы моргаете как нам в песне поется на закате ходит парень после дома моего поморгает мне глазами и не скажет ничего и кто его знает чего он моргает а чего он моргает а нет ничего вам не попало в глаз вот так не будешь моргать высохну но есть такие люди волевые которые сейчас поклянутся что моргать не будут такие вот люди для науки пострадать что будет происходить если человек не будет моргать да то есть организм подумаешь товарищ заучился надо и не воли ему не давать надо поскать и ждать что он моргает и слезы потягут из глаз из глаз и этот вот процесс процесс противоположный высыхание он пойдет значит какой здесь процесс защиты выделение слез оказывается положительный же процесс а высыхание глаз отрицательный правильно и вы не найдете ни одного такого ни одного примера развития в котором бы не было прямо противоположных тенденций вот скажем идет потребление различных продуктов вместе с ними идет накопление мусора правильно чем больше продуктов тем больше мусор сколько лет нужно чтобы полиэтиленовый мешок который вам дали или в теле новая вот при теле новая бутылка в которой вам выдали или петель полиэтиленовый стакан который вы в кафе взяли или вилка полиэтиленова или ложка сколько лет нужно чтобы она разложилась сколько 200 200 лет если знай наших нас уже не будет а наши вилки тарелки и стаканы из которых мы пили вот пусть нам не ставит памятника пускай нам памятником будет пластмассовый стакан поэтому во франции от этих памятников начали освобождаться дескать давайте бумажные делать тарелки бумажные точно так же можно сделать бумажные стаканчики есть продаются и такие такие бумажных стаканчик за месяц разлагать примерно а что такое он сделан из чего бумага еще делай а ты ловишь его древесный продукт поэтому он натуральный он разложится и все и будет это удобрение больше ничего поэтому тот какой-то был можно сказать у человечества восторг по поводу всякий плит пластмассовой посуды пластмассовых бутылок и прочее или допустим вот стеклянная бутылка она еще делается еще делается стекло песок какой кварцевый песок только это что природное причем для того чтобы сделать новые скажем стеклянные там банки бутылки емкости для этого нужно примерно треть печи треть загрузить стеклянным боем точно вот эти кидайте это за бутылки они уйдут для производства новых бутылок поэтому не только можно и как раньше была такая тара оборотная то есть бутылки получали сдавали я вот был на заводе нашем ликеро-водочном лекцию читал партия в мочесте совесть нашей эпохи и вот на этом ликеровочном заводе видел машину которая получила сталинскую премию такие значит руки же эти ящики ящики обычные такие деревянные с ячейками то бутылки раз все бутылки вынимает и мыть щелочью горячей водой потом холодной водой еще раз ополаскивает и такие блестящие бутылки пошли и в них уже разливают продукт то есть если их специально не бить то их можно многократно использовать сколько можно их использовать да сколько угодно что делается бутылки ничего не делается если они разобьют причем сама она как правило не бьется бьют ее просто потому что желание куда-то кинуть посмотреть как разлетятся осколки и так далее хотя вот эти осколки так они вроде и так страшны на пляже если вы наступили на осколочность стекло это растекает так много то есть пользование этой стеклянной тары требует известной культуры но во сколько у нас практически невозможно сдать стеклянной бутылкой сейчас немыслимо ну они вот так подлежат тому шаги то есть там валяется там если их не бьют то кто-то них наступит или раздавят или и кто-то наконец будет отбрасывать их она расколется и тогда но это такое на бытовом уровне если мы берем общественные процессы общественные процессы вот мы с вами уже рассматривали становление и в нем увидели в самом становлении два противоположных движениях правильно как они называются возникновение и прихождение возникновение переход не что бытие а прихождение это переход вот бытие явничество но вот если мы будем рассматривать общество общество и вообще развитие общества то мы обратим внимание не только на то что в нем есть противоположные тенденции во всяком развитии во всяком обществе например вот переход от первообытного общинного коммунизма к рабовладению это какой процесс это развитие конечно развитие а эксплуатации было людей про быт на вообще на коммунизме нет переход к рабовладению привел к чему потому что появилось первое эксплуататорское общество одни добывают так сказать хлеб насущность а другие занимаются наукой и искусством и фехтованием и как бы одни обеспечивают жизнь других а рабы существует для того чтобы эту жизнь обеспечивать и все считаются они людьми нет как кем они считаются говорящие орудия хотя как это появилось это понятно вот мы с вами сражались и вы меня победили если вы меня победили ваше племя победила меня вае племя проиграла вообще-то меня надо убить правильно если я ваш враг чего так смотрите думаете не надо убивать если не надо убивать кормите меня а производительные силы такие в плен меня возьмите и кормите а производительные тащите силы таких что можно один человек то есть вы можете прокормить только одного человека двух уже не можете вот у меня прокормить и сами умрете вам это не понравится поэтому хотя вы так грустно меня посмотрели будут потому вас грусть я на вас и посмотрела придется вас заколоть жалко конечно ну что поделаешь то есть для того чтобы вообще появилось рабство для этого надо развитие производительных сил развитие производительных сил прежде всего развитие средств производства и мы знаем что сначала были каменные ножи и топоры потом появились уже бронзовые орудия потом появились металлические орудия и этот процесс совершенствования средств производства идет непрерывно постоянно то есть чтобы не происходило в обществе положительная тенденция отрицательная тенденция побеждает производительные силы развивается постоянно производительность труда растет что такое развитие производительных силу . это возрастание их производительной силы один и тот же работник может с новыми и новыми более производительными орудиями делать все больше больше и больше и больше Поэтому возрастание производительной силы общественного труда – это общий социологический закон. Он действует во всех странах, для всех народов и во все времена. А сейчас у нас растет производительность труда в России? Да или нет? А что нам говорят? Вот выросли затраты на ЖКХ. С чего это они вдруг выросли? Вам не кажется это подозрительно? Вот с той точки зрения, на которую вы встали. Если производительные силы растут, значит для производства каких-то вентилей, труб, кранов и так далее, теперь затрачивается меньше труда или больше труда? Нет. Что? Нет. Как-то вы определитесь, вы все-таки настаиваете на том, что растет производительность труда? Тем более я только не настаиваю. Я только что объявил, что это общий социологический закон вообще, во все времена действия, то вы сразу взяли и зачеркнули, хотя вы были моя самая пламенная сторонница. Вот видите какое непостоянство бывает. Как только вы, то есть вам нравится, что повышается, видимо, вот эти застраты на ЖКХ, и цены, что повышается у вас в столовых, наверное, вам нравится. Это как вот понять, почему повышается цена, и тем самым с повышением цены уменьшаются ваши стипендии? Реальное содержание стипендий уменьшается при этом или нет? Ну, значит, вы все меньше и меньше можете купить на эту самую стипеню. Соответственно, и пенсии, и зарплаты. В чем дело? Что происходит с продуктами? Значит, вроде как затраты на продукты растут или падают все-таки? Растут. Растут. А почему так решили? Зачем мы вот с вами говорили, что вот, как вы легко соглашаетесь и думаете не о глубинных таких основах, а о каких-то поверхностях? Вам кто-то скажет, что растут, и вы поверили. А знаете, в экономике или политике, кто верит на слово? Круглый дурак. Подождите, если мы говорим, что цена на продукты растет. Что? Если мы говорим, что цена на продукты растет. Да. Значит, растет либо стоимость производства продукта, либо кто-то искусственно повышает на него цену. Это правильно. Ну, так что у нас, возрастает стоимость или искусственно повышает цену? Так вы решите? Наверное, сначала искусственно повышают цену. Что сначала? Не сначала, а все время. Вот скажите, цены у нас растут или не растут? Нет, цены не растут. Цены никогда не растут. Вы придите когда в магазин, посмотрите на ценник. Сколько бы вы ни стояли, никогда не вырастать. Цены только повышают. Сами они никогда не растут. Это вот деревья растут, грибы растут, а цены никогда не растут. Их берут и повышают, как вы говорите, искусственно. А что значит, искусственно или это связано с определенным этапом развития общества? Какой сейчас этап? Как называется у нас сейчас строй? А что вот, а капитализм сколько фаз имеет? Не знаю. Не знаю, а кто знает? Какие есть фазы развития капитализма? Индустриальные и постиндустриальные. А постиндустриальные что, уже разрушили у нас всю промышленность? Все? Постиндустриальные, все. Индустрия осталась позади. Давайте вспомним, как начиналось развитие капитализма, из чего он начинается. Кто-нибудь знает о определении капитализма? Ну, определение капитализма, я предлагаю вам поискать диалектическое. Такое, не такое, что вот так вот все обрисовать, это все вот так, такую картину нагородить и сказать, вот это капитализм. Или какое-то простое определение, потом посредством развития вы получите этот самый капитализм. Что такое? Кто-нибудь капитал видел, листал? Маркса? Нет? А что, не дают? Что, наказывают? Если постанешь? Как вы собираетесь конфликты экономические, когда капитал – это вообще книга об экономических конфликтах? Или я не прав? Ну, как вы? Это раз. Потом, общение с гениальными людьми – это же плохо, что ли? Ну, по-моему, хорошо. А вы с кем хотите общаться? Кого дадут? Ну, ладно. Вот я вам дам определение. Капитализм – это такое. Это товарное, это всеобщее товарное хозяйство. Всеобщее товарное хозяйство. Ну, я с самого начала вам сказал, что это вот такое определение, в котором в свернутом виде заложено все то, что вы можете наговорить про капитализм. Всеобщее товарное хозяйство. Вот надо понимать, что всеобщее товарное хозяйство, всеобщим товаром хозяйства, например, первобытный общинный коммунизм никак не было, правда? Там никакого обмена не было. Все, что собирали, потом делили. Это общее. А можно считать рабовладельческие общества, обществами, в которых есть всеобщее товарное хозяйство? Основная масса продуктов была товаром или нет? Ну, как все, представляете? Вот, видите, вот мы уже с ней начали это разговаривать. Она вот рабовладелеца, а все мы остальные рабы. И что она, так сказать, кто-то что продает? Мы должны все делать под ее командой. Или она может поручить мне командовать. У нас с ней хорошее отношение, она будет, так сказать, даже если у нее хоть и раб, но она может сказать, вот вы будете хорошо командовать этими вот этими вот этими вот сидят, которые справа и слева, я вас не убью. А если что, убью. Убить можно, раба? Это законно, законно, но говорящие оружие. И, так сказать, чем определяется богатство рабовладельческого общества, богатство рабовладельца, ваше богатство в чем? Сколько рабов у вас, правильно? Если мало рабов, вы бедный рабовладелец. Если много рабов, много. А что делают рабы? Они на вас трудятся. Что вам надо? Дороги вам делают, дом вам, дворец вам строят. Что вам еще надо? Виноград убирать. Значит, овец спасут, коров. Так, птицы какие надо. На ход уходят и так далее. Все делают то, что скажут. Надо будет делать колизей, пошлют и делают колизей. Кто не будет делать колизей, того не будет самого. Весь разговор. Ну, а где тут товар? Это товар? Нет тут никакого товара. Производится непосредственно предмет употребления. Для чего? Для ее употребления. Для нашего кое-что вы сами производите, чтобы вы не умерли с голоду. Потому что рабовладелец, конечно, смотрит, чтобы вы с голода не умерли. А кто будет работать тогда? Вы умрете, а кто как же я? Нет, она должна следить, чтобы вы тут все же были живые. Правда? Так просто. Ну, а там какая-то часть рабов пусть между собой борются на играх. Гладиаторы там. Ну, там их уменьшаться будет. А кто хорошо будет бороться, не обязательно его убивать. Можно так сделать палец, а не так. Так, верно? Так вот. Ну, а были такие товары, которые производились для обмена? Были, то есть можно было что-то обменять с какими-то заезжими купцами и получить какие-то восточные пряности, какие-то украшения, которые здесь не делают. Да? Это же хорошо. Продать им виноград. Чего там еще? Можно там полезные ископаемые добывать, пускай роют в шахтах. Золото добыть. Поменять золото на золотые украшения. То есть товары есть при уже прерывовладении? Есть. Но товары это что такое? Это продукт, производимый для обмена. Но если это я вот сделал и съел, это никакой не товар. Или я по заданию хозяина, арбовладельца, что-то сделал. Частично я съел малую толику основную, он потребил, сложил или она сложил. За крома. И все это не товары. А если вы феодальное хозяйство возьмете, там уже свободы больше, убивать нельзя. Только плетьми можно бить. Будете плохо работать, вас на конюшню и там будут потчевать розгами, если что. А будете хорошо работать, не будут бить розгами. Тут какая ситуация? Либо вы производите на барщине то, что будет потреблять помещичья семья. Да? Так? Либо вы производите у себя на хозяйстве, крестьяне еще, кроме того, что они работают на барщине, чтобы не заниматься этой проблемой. Проблема этого, что он будет есть, как ему не умереть, пусть сам думает, как ему не умереть. Вот четыре дня пускай у меня отработает, и три дня идите там. Занимайтесь, сажайте, убирайте, пропалывайте и так далее. Как хотите это делайте, меня это не волнует. Поэтому, если я увижу, что вы за три дня не справляетесь, может быть, четыре дня вы будете у себя работать, а три дня на барщине. Если у меня достаточно много крепостных. Чтобы я был уверен, что у меня крепостные не умрут. Мне мертвые крепостные не нужны. Так? Хотя почему? Потому что богатство феодального общества – это кто? Крепостные. Вот у меня, если много крепостных, я уважаемый человек. А если у вас только двое крепостных, я вам руки даже не подам. А если двести крепостных, вот оно, это очень уважаемое. Правильно? Так? Ну, я думаю, что и в феодальное время тоже какой-то обмен на границах. То есть что-то привозили из заморских стран, что-то делали ремесленники, которые же появились в феодальное время. Эти вот какие-то украшения, какую-то посуду особую, да? Какую-то мебель, которую свои крепостные не сделают. Верно? Значит, вот эти продукты эти ремесленники проводили для чего? Для обмена. А следовательно, они были товары. А что на них обменивали? А вот обменивали то, что производили рабы. Поэтому то, что обменивалось, то и товары, а то, что не обменивалось, то и не товары. Точно так же, как, скажем, в личном подсобном хозяйстве, вот скажем, многие сегодня имеют участки. На участках выращивают огурцы или помидоры. Вот если я выращиваю огурцы или помидоры, закатываю их в банки и зимой ем. Это товары? Нет. А если я к метро вышел и стою с баночкой, говорю, а тут как раз студенты идут. Слушай, купи баночку, по знакомству хотя бы. Нет, он не купит, смотри, какой злой. Другие могут сказать, купите, выходите. Вы раньше владелец и были. Должны понимать, как тяжело. Вот если я вынес часть, вот эта часть товар, а то, что не вынес, не товар. А капиталит, это всеобщее товарное хозяйство. Все становится товаром. Все производится для обмена. То есть сам бы ел, да деньги надо. Ничего, сам не ем, все продаю, а дальше приобретаю другие товары, которые потребляю. Правильно? И поэтому, раз оно всеобщее, товарное хозяйство, то совершенно неважно, что вы производите. Я всегда на рынке куплю то, что мне надо потом. Правильно? Одни производят. Уголь, другие производят. Сталь, третий производят. Кожу, четвертые ботинки, пятый, одежду. А я потом выхожу на рынок, а рынок это место купли-продажи. Купли это что? Не знаете? Что-нибудь покупали когда-нибудь? Что это такое? Откуда вы знаете, что вы покупали, если вы не знаете, что такое купли? Ну, когда ты себе приобретаешь какой-то товар. Что еще приобретаю? Вот так это я, значит, приобрел, что ли, считается? Нет. Нет? Нет, пока что-то, я считаю, что приобрел. Купли это обмен денег на другие товары. Деньги это товар или нет? Вот товар развивается в деньги сначала. То есть товар эквивалент, который на все охотно обменивается. Это тоже товар. Если это не товар, то это и не деньги. Вот если вы думаете, что у вас деньги здесь, то вы ошибаетесь. Что у меня в кошельке? Это деньги или не деньги? Да или нет? Нет. А? Нет. То почитайте, что написано. Что написано тут? Какие деньги? Что написано-то? Почитайте, товарищи. Сверху. Билеты. Билеты написано. Билет банка, билеты это. Это на что билет? Бывает на спектакль, а бывает на то, чтобы можно обменять на золото. То товар. Это его представитель. Лаврова знаете? С Путиным не путайте. Нет. Путин президент. Лавров его представляет на международной арене. Вот это представители денег. Зачем их выпускают? Ну, чтобы деньги спокойно лежали. Зачем их подвергать? Кто-то откусит, кто-то отпилит. Особенно, если золотые были деньги. Так вот золото долго не ходило. Раз, кусок. Или в качестве денег был, например. Отрубали кусочек серебра. Рубль это что? От какого слова? Отрубали раз. Так вы отрубали. Я ко мне попал, у вас это. Ну, ко мне ничего. Я дальше пустил. А до вас дошло, опять отрубайте еще от него. Опускайте как то, что было. Стали монеты делать. Но к монету потом оказалось, можно на этой монете написать одно. Один вес. А на самом деле вес другой. И все так же идет хорошо. Потому что обменивают. А что изначально было деньгами в России? Никто не знает. Вы в России живете? Гривны. А? Гривны. Да ладно, гривны. Какие гривны? Это у вас так не простирается ваш взгляд. Вы стыглупишь. Прихожу я, а у меня вот здесь на поясе песцы. Я смотрю, у вас там мобильный телефон. Давайте я вам два песца, а у меня мобильный телефон. Песцы все же берут. Потому что их все можно потом. Товар, который всегда можно поменять на любой другой. Потом вы взяли их, потом на эти песцы купили у нее другой, еще лучше мобильный телефон. И все. В чем проблема? Набрали этих песцов у меня. И купили совсем другой уровень. Кусочки металла драгоценных. А потом уже их так вес стали стабилизировать. Как-то делать его чеканным. Чеканили специальную монету. А потом выяснили, что от нее откусывают, отрубают, отламывают. Она все равно так же выполняет все эти функции. Зачем тогда вообще эту монету делать? Вот знаете, вот вы, например, не знаете, из чего сделано у нас десятирублевки. Из какого металла. Скажите, пожалуйста. Десятирублевку видели? У меня нет. У вас, не то, что я бедный, а вы богатый. У вас есть десятирублевки? Нету? Латун, медь, биброги. А с чего вы так решили? Ну, она жестенькая. Ну, и все. Вот вы сверху синенький, с красненькой полосочкой. Ну, да. И что вы такой весь насквозь? Синенький, красненький, с синенький. Разрезаешь, а там все синенькая, синенькая и красные полосочки. Что вы взяли-то, если вы сверху, снаружи, вам... А вам не кажется, что это вот так только... Вы не обратили внимания, что они тяжелые стали, деньги-то? Покрашено железо? А? Из железа покрашено? Не покрашено. Зачем покрашено? Ну, это уж совсем. Зачем? Оно покрыто составом специальным. Олово иметь вот это желтеньким-то. Желтым. Это уж можно покрыть, а само им железо. У кого магнит, у кого-нибудь есть? Нет? Вот возьмите магнит. Вы сейчас можете взять и десятирублевки так вот к магнету. Вот можете сходить не с кошельком, а с магнитом. Достаешь магнит. А там десятирублевки, пятирублевки. Пятирублевки тоже покрыты. Это никелевым сплавом покрыты они. А это медно-никелевым сплавом, который желтенький. У меня на даче, на холодильнике стоит два магнита. И там копейки, двухкопеечные, все так. Десятикопеечные, десятикопеечные. Хорошо. Вот они так вот, гроздью такой висят. Красиво. Надо, когда мелочь-то. Снимаешь оттуда и все. Поэтому, если кто будет вам говорить, что у нас рубль деревянный, не верьте. Рубль у нас железный. А потом, а зачем вообще металл? Взять бумагу, написать на ней билет банка. Какая вам разница? Вам очень нужно, чтобы это было обязательно золото. Ну, пойдите, наберите, я взял ворох из своей бумаги вот этой. То есть, если вы не будете, год есть. То можете пойти в банк и свою стипендию обменять на что? На монеты, золотые. Золотые монеты банк продает. Это будут уже деньги. А это представители денег. Видите разницу? Представители денег. То есть, сами они не деньги, но представителем денег являются. Поэтому некоторые очень волнуются. Вот, вот, чтобы вы принесли грязные или надорванные. Так смысл этих денег в том, чтобы они были грязные и надорванные. Вот этих представителей. Потому что настоящие деньги, ничего с ними не происходит. Поэтому их должны банки менять на новые. Постоянно. Барахло это вот бумаги потом истрепанные выбрасывать. И печатать такое же количество, сколько выбросили новых бумаг. Напечатать-то, что 500 написать, что 5000. Вот собираются 2000 сделать и 200 рублей. Есть даже анекдот такой, как один достает. 11 рублей. Говорит, слушай, сходи, поменяй, пожалуйста. Тот говорит, хорошо. Выходит, заходит. Через 15 минут приходит, дает ему четверку и семерку. А ты где это взял? А ты где взял 11 рублей? Проблем нет. Напечатать. Это записано в капитале так, что товар превращается сначала в деньги. В товар особого рода. Появляются деньги. Они обслуживают. А раз появляются деньги, то товары можно обменивать на деньги, а деньги на товары. Деньги тоже товары. То есть товар особого рода обменивается на простые товары. А простые товары на товар особого рода. Когда я меняю деньги на товар, это что? Как называется? Купля. Или покупка. Купля. А когда я товар меняю на деньги, это продажа. А вот эта сфера купли-продажи как называется? Рынок. И вот когда вам говорят, что мы пришли на рынок, это значит, что вы закрыли производство. И так оно и было. В 90-е годы производство сократилось вдвое. Объявили. Идем на рынок. То есть продаем все, что России осталось. Поэтому такой лозунг странноватый несколько. Так. А я же сказал, что капитализм это не просто товарное хозяйство, а всеобщее товарное хозяйство. То есть все товар. Вот у вас рабочие силы есть? Способность к труду есть у вас? Она товар. Если кушать вам нечего будет, приходите ко мне. А я капиталист. У меня завод. Я по старой дружбе. Я вам скажу, ну ладно, идите ко мне. Будете у меня работать. И по старой дружбе вы будете два часа работать на себя, а еще шесть часов на меня. Потому что я вас заставлю работать восемь часов. А это не ваше дело, сколько я вас заставляю. Я вас за рабочую силу купил. По той цене, по которой вы продали. А по другой вы не купите, потому что я договорился со всеми моими коллегами, чтобы если вот он придет, только вы не вздумайте ему устанавливать цену больше, чем я ему сказал. Вы тогда будете и со мной иметь дело. Что, мы не договоримся между собой? Что, знаете, есть общество предпринимателей и работодателей. Они собираются на конференции. Что обсуждают? И вот ему повышают цену, как все время. То есть, только выплатили зарплату. А кто им посоветовал повышать цену? А посоветовал им Джон Мейнер Кейнс, известный английский экономист, лорд, между прочим. Это не ваш родственник, нет? Нет. Она даже со мной не разговаривает после того, как я посчитал ее рабовладелицей. Вот. Лорд. Он говорит, ну что вы там воюете на заводе друг с другом? Работодатель воюет, собственник средств производства с рабочими. Пускай выплачиваете им, а потом мы цены будем повышать государству. Это государственное регулирование экономики. Когда оно появляется? На втором этапе. Когда уже не капитализм свободной конкуренции. Первый этап капитализма и первая фаза – это капитализм свободной конкуренции. Вот у нас у всех есть товары, мы свободно обменяемся, что хотим, то и делаем. И ведем, ведем. К чему ведет конкуренция? Вот если мы с вами конкурируем, чем дело кончится? Скажите, пожалуйста, только честно. Тут уже никто никого не бить не может, не убить не может. А чем заканчивается конкуренция? Вот мы с вами конкурируем. Вы отличаете ее от соревнований? Соревнования – это говорит, я что-то сделаю хорошее, вам помогу. Вы что-то сделаете хорошее, мне поможете, расскажете. А если конкуренция? В чем смысл конкуренции? Ну, я должен вас побить, как продавца, правильно? А вы должны меня побить, как продавца. Из нас двоих должен остаться на рынке кто-то один. Если я вас побью, я вас на работу возьму. Если вы меня побьете, вы меня даже на работу не возьмете. Может быть. Правильно? Все может быть вот в этой самой борьбе конкурентной. То есть к чему ведет конкуренция? Конкуренция ведет к тому, что количество этих игроков на рынке. Все сокращается, сокращается. И что? Получается, какая экономика? Монопольная. Это значит… То есть тот, кто за свободную конкуренцию, и тот, кто это пропагандирует, и тот, кто за этим следит, неизбежно приходит к чему? К монополии. На сегодняшний день мы живем, в экономике второго этапа капитализма, монополистического. Сейчас капитализм монополистический. Когда он начался? Уже Россия была монополистической. Страной монополистического капитализма в начале 20-го века, когда нас с вами не было. И вас не было, и меня не было. Были такие у нас монополии про дуголь, про домет и прочие, которые вели монопольное хозяйство, то есть контролировали 60, 70, 80 процентов производства какого-то товара, отрасли. Ну, как водится, для красивого, для красоты везде есть антимонопольные какие-то организации во всех странах. Дескать, знай наших, мы боремся с монополизмом. Ну, и как вы думаете, хоть в каких-нибудь странах эти антимонопольные комитеты или советы, или организации остановили монополизацию? Нет, конечно. А они, так сказать, для того, чтобы пускать пыль в глаза, дескать, ничего, ничего, мы боремся с монополиями. Кейнс посоветовал цены повышать. Искусственно, вот как вы сказали. Потому что естественным путем, вот когда мы с ней соревновались, конкурировали, чтобы ее побить, я взял и цены снизил. Потому что у нее покупали, у меня не покупали. Потому что она моложе и красивее, а я хуже и непривлекательнее. Поэтому я только ценой мог побить. Я стал дешевле продавать на 50%, и все пошли ко мне от нее. Она взяла и еще снизила, ниже, чем я, и меня побила. И так мы с ней снижали, снижали. Потом раз, и стало бесплатно продавать, все отдавать. А я не стал отдавать бесплатно, и прогорел. А она, как только я прогорел, забрала у меня, по дешевке все скупила у меня, и цены подняла. Вот сколько, если я монополист, на какую высоту я могу поднять цену? Да, на какую захочу. А если я капиталист, о чем я должен думать? О само взоростании капитала. Правильно? Если я капиталист. Какой же я капиталист, если не думаю об этом? Как это может быть, чтобы я не думал о повышении? Я и повышаю цену. Значит, прибыль я имею от чего? От того, что затраты труда на все падают, с ростом производительности труда. То есть получается, вот, дополнительная прибыль, за счет роста производительности труда. А еще сверх вот этой, прошлой цены, я еще добавлю монопольную сверхприбыль. И буду жить хорошо. Поэтому у нас есть там такие граждане, как Лисин, у которого 17 миллиардов долларов, как Аврамович, который в списке Форбса. А у вас нету подводной лодки? Нету. И яхты нету. Ну, так и что же. Ну, вот, сейчас уважают тех, у кого денег много. Как сейчас мериться? Раньше мерили вот парабам, потом сколько угол крепостных. А сейчас сколько денег? Дельников у вас нет? У нас вот преподавал и вел занятия на экономическом факультете. Я был на кафедре управления и планирования социально-экономических процессов экономического факультета. И был такой Борис Романович Рященко, профессор. Он очень просто говорил, что вот с чем характеруется капитализм? Деньги есть, Иван Петрович. Денег нет, паршивый сволч. Очень просто и понятно объяснял. То есть, если целью является повышение, и если есть монополизация, то, значит, у нас идет такое, идет неостановимое повышение цен. То есть, неостановимое ухудшение положения работников. Если работники хотят повысить зарплату, зарплата это что? Что это такое? Вознаграждение получаете? Да ладно вознаграждение. Что вы начитались? Трудового кодекса, наверное. Это не научная книга. Какое вознаграждение? Изнаграждение я получаю. Вы работаете у меня два часа. За два часа свою зарплату вы работаете, а остальные шесть часов вы меня вознаграждаете. Вот что такое вознаграждение. Прибыль. Вознаграждение. Кто кого вознаграждает-то? Рабочих капиталистов или капиталисты рабочих? Кто создает-то все? Вознаграждение. Вы свою рабочую силу продали? Да. По какой цене? По цене равной зарплаты. Ну вот это вот ваша зарплата есть цена, ваша рабочая сила. Можете записать определение. Заработная плата это цена рабочей силы. А теперь спросите меня, когда у вас будет повышена зарплата? Никогда. А вы спросите. Когда у меня будет повышена зарплата? Молодой человек, вы знаете, что такое зарплата? Знаю. Что это? Цена, за которую я продал свою рабочую силу. Значит, вы продаете. Вы продавец? Да. А я покупатель вашей рабочей силы. Я покупаю вот по этой цене, да? Молодой человек, вы видели таких покупателей сумасшедших, которые бы повышали цену сами на то, что они покупают? Ну подумайте, молодой человек. Ну подумайте. Есть такие идиоты, которые повышают цену? Вот я сейчас пойду, сейчас прерву. Хотите, вместе пойдем. Проведем эксперимент. Приду и скажу. Почему у вас кофе? Они говорят, 45 рублей. Я говорю, беру за 75. Что, как посмотрят на меня? Интересное кино. А вы, говорит, с Философского, наверное, не с исторического. С Философского. А что у вас еще есть? А у нас пирожки. А почему у вас пирожки? У нас пирожки вот за 50 рублей. Беру по 100. Ну правильно, говорит, недавно верно, что в желтый цвет окрасили наше здание. Все понятно с ними. Ну подумайте, некоторые товарищи рабочие думают, что кто-то им собирается повышать зарплату. Ну это смешно. Но если вы у меня работаете, и я капиталист, и я чтобы повышал, не, ну как я вот буду повышать цену на то, что покупаю? Вам не кажется, это абсурдом каким-то? Это вот, это проблема, которую вы, как конфликтологи, будете потом рассматривать. Надо их правильно поставить. Как можно? А кто должен повышать цену? Кто? Вот вы. Один вы можете повышать цену? Я вас выгоню, да и все, вот весь разговор. Пусть другие работают, а вы иди сюда. Значит, один вы можете повысить? Нет. А что вы должны сделать? Скопировать. А? Вот, скопировать. То есть, потому что, если тут монопольная экономика, и вам надо монополию кого? Продавцов? Рабочей силы. А как называется монополия продавцов рабочей силы? Профсоюз. Профсоюз. Ну, знаете, наверное, у меня точно в этих полосках. Все. Ну, ну, раз, раз, и сразу ответил. Учитесь. Профсоюз. То есть, если вы хотите, чтобы повышена была рабочая, вот сейчас, в Германии, сегодня по радио сообщили, вы не слышали? Ожидается мощная забастовка. Берлинский аэропорт не будет работать. Почему? Потому что профсоюз летного состава и, так сказать, обслуживающих наземных служб решили потребовать повышения зарплаты. Что им говорит работодатель? Ничего не говорит. Ничего. Они говорят, что вот, они разослали всем потребителям, что сегодня полетов не будет, сегодня аэропорт не будет обслуживать. Ну, и тут уж кто кого, то есть, либо так сказать, будут побастовить, а они потом начнут снова разговаривать. Еще нам бастовать или повысить? Если не повысить, еще побастуем. Ну, надо посмотреть, вы должны посмотреть, что сейчас будет в Берлине. Наша буржуазия, она подготовилась. У нас бастовать запрещено. Кому? У нас вообще разрешено. У нас забастовки входят в конститут, 37-я статья права на забастовку. Есть процедура в Трудовом кодексе разрешения коллективных трудовых споров, но транспортным работникам запрещено. Ну, и как решается этот вопрос? Всегда решается, все вопросы решаются головой. Вот авиадиспетчеры. Значит, у них была такая ситуация 15 лет назад, что авиадиспетчер получал 15 тысяч. Ну, и никто на эту работу уже не шел, а работы очень тяжелые. Нервные, вы отвечаете за это. Там эти точки летят, и там этих точек очень много, и все надо это смотреть, чтобы они эти точки не столкнулись. и вот они начали решать, как это сделать. И придумали такую форму борьбы за зарплату. Например, такую. Бесконечное профсоюзное собрание. Вот считайте, что у члена профсоюза и у вас сейчас собрание. Вот у нас сколько у вас еще занятий? Ну, вот это кончится. Потом еще будет? Еще, да. А потом? Еще будет? Когда не будет, вот оставайтесь в этом помещении и до завтра. У вас телефон есть, родителям позвоните, у нас тут маленькое мероприятие. Сегодня я не приду. Если не волнуйтесь, все хорошо, вот могу тебе дать товарищей, друзей, знакомых, соседей. У нас тут тепло, светло, все хорошо. И послезавтра. Не, можно выходить отсюда по одиночке, кому надо пойти, продукты купить, чтобы тут с голода-то. Потом сюда кто-то будет приходить, я вот, у меня пропуск есть, я вам могу продукты приносить, если что. Сбор денег все сделаем, сбор средств. А студенты требуют повышения стипендии. И так сидят, вот так авиадиспетчеры сидели и сидели. И так у них собрание, ну как только наступает день, когда они должны снова на дежурство, они оттуда из зала, из помещения аэровокзала отправляются куда? На работу. А оттуда с работы жены приходят, дети приходят, папа, как ты тут все? Вот, несут, котомочки, журналисты все освещают. В Калининграде так, месяц проводилось собрание. Через месяц все в порядке, повысили заработную плату. А вот в Сургуте так не получилось. И в Вологде так не получилось. В Вологде взяли работодателей и уволил четырех моих диспетчеров. Тогда все остальные на следующий день положили на стол заявление. Именно нас тоже уволили, по собственному. Все. Каждый, каждый, все. ну что там, час этот повышение, его снимут немедленно, потому что это же, как все закрывается движение в Вологодское направление. Все. Всех восстановил. А вот в Сургуте генеральный директор соответствующей службы, он взял и выгнал на мороз всех. Все, все, вы тут никаких собраний уходить отсюда. Тогда они обратились к руководству профсоюза авиадиспетчеров, федерального профсоюза авиадиспетчеров диспетчеров России с просьбой объявить голодовку во всем профсоюзе. Вот я могу вас заставить кушать сегодня? Могу? Вот я могу у вас экзамены принимать, а заставить вас кушать не могу. Вот она говорит, я от кого в лекции так плохо читаю, то отказываюсь есть. Что с ней делать? Ничего ей не сделаешь. То есть вот придумай такую формулу, тогда диспетчеры придумали, не едят. Но это ладно, вы-то не пойдете, да потом вас спрашиваешь, а я не ела, что я могу сейчас вам отвечать? Потому что такая форма очень удачная. Какие могут быть вопросы? Сейчас вы отвечаете, а если бы вы три дня не ели, вы бы вообще волком бы меня на меня смотрели, ничего бы не отвечали. Короче, говоря, объявили во всем большуюся голодовку и перед каждым очередным перед каждым очередным днем работы а диспетчеры идут сначала к врачу. Идете вы к врачу. Мам сразу замеряют, а что такое у вас с давлением? Да я вот не ела два дня. А что не ели? Я не хочу кушать. Потом, значит, начинают с сердца тукой-тукой-тукой-тукой-тукой-тукой-тукой-тукой-тукой-тукой-тукой-тукой, нет, вам я вас не допускаю. А вы говорите, нет, я пойду. Не-не-не-не. А он говорит, я отвечать буду, что я врач. Я вас не... Все, вы не пойдете. Потом вы приходите. Та же самая история. Потом вы. Потом вы. Потом вы. Потом вы. Раз. И начало закрываться воздушное движение России. А все диспетчеры говорят, пустите, я буду работать. Не-не-не-не. Не-не-не. Не пустите. Не пускают медицин. Что делать? В общем, дело запахло жареным для руководства этой службы, для госкорпорации по организации воздушного движения. И она пошла на переговоры. Ну, поначалу она, так сказать, думала, что ей как-то удастся там судиться. А как судиться? Вот можно вас расставить? Есть. Нет, все-таки вот, ну, короче говоря, договорились о повышении зарплаты. Там зарплата сейчас от от 40 до 250 тысяч рублей в месяц. Примерно. Вот так в разных группах. А договорились как? Что вы зарплату повышаете и никого не привлекаете никакой ответственности. Не судитесь. Нет. Все-таки в Омске и Новосибирске два. Руководителя соответствующих слов, омских и новосибирских, подали в суд. И суд приговорил запретить вам голодать. Вот ведь вы в Омске. А вам, вы в Новосибирске, вам запретить. Нам ничего, никто ничего. Вот только и мы. Выступает президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров и говорит так. Мы народ, мы авиадиспетчеры, мы же регулируем полеты. Мы очень законопослушные. Вот этим двум в этих двух аэропортах 12 человеком голодать запрещено. Они голодать не будут. Голодать будем мы, то есть все остальные. а вот эти будут переедать. И я вас уверяю, результат будет тот же самый. Вот вы три обеда если не пробовали съесть, три обеда. Вот он-то пробовал, я чувствую. Он нормально будет чувствовать. четыре съешьте, пять. Пять обедов съешьте, идите к врачу. Хочу на работу. А что с вами? Что вы такое? Да что-то я съела. Может, немножко переела. Но три обеда. Представляете, вы три обеда съедите, вроде и первое хорошее, и второе хорошее, но три обеда если мало, то четыре. И идете к врачу. Врач говорит, я вас не могу допустить. Нет, я должна работать. Нет, я вас не могу допустить. И все. Успокоились. И больше никто не судил авидиспетчеров. То есть примеры профсоюза авидиспетчеров показывают, что не надо объяснять, почему у вас это не получилось. Потому что те люди, у кого чего-нибудь не получилось, они всегда объяснят, почему. Надо делать, а не объяснять, почему у вас это не вышло. Правильно? Я вспоминаю допустую, которое нам давал профессор Залгальдер. Вот мы с Степановичем сидели, слушаем, говорит, вот есть два типа людей. Одни делают, а другие объясняют, почему они это не сделали. Вот из первых выходит крупные ученые, организаторы производства, инженеры, космонавт, а вторых администраторы кинотеатров в лучшем случае. И это вот такое, когда я студентом был, вот это я услышал, это, конечно, очень понятно, изложено было. то есть объяснить, почему я что-то не сделал, вот я могу, вы, наверное, не сомневаетесь, что я могу объяснить, почему я вот это не сделал, то не сделал, это не сделал. Вот студенты меня спрашивали, там некогда было, я думал, ну и так далее. Мало никакие, а уж вы тоже, я думаю, найдете, что объяснить. Короче говоря, отсутствие или наличие тех или иных там правил, норм, если люди стоят на том, что они не хотят свою рабочую силу продавать по такой низкой цене, и они стоят не в одиночку, а коллективно, то эти коллективные трудовые споры могут быть неявными, но они приводят к результату. Или другой такой вариант. Вот сейчас уже прописано в Трудовом кодексе, после того, как целый ряд был таких неформальных противостояний, формально прописано, что вот если вам не выплачивают зарплату больше 15 дней, то вы можете что сделать? Остановить проявился или приостановить? Труд. Приостановить. Молодец. Как это он скажет? Ах, вы остановите, вы нарушите дисциплины. А приостановить до выплаты зарплаты святое дело. Вот, прошло 15 дней, я еще, но надо написать бумажку, что я, Попов Михаил Васильевич, приостанавливал чтение лекции до выплаты зарплаты. И в администрацию отдал. А я там, допустим, секретарь. Она не берет, не буду брать. Что нужно сделать? Потому что, если вы не добьетесь того, чтобы у вас документ был принят, то скажут, что вы ничего, никого не уведомляли, нарушили закон. Что будете делать? Будете объяснять, почему не получилось? Лучше не приходите. А? Наверное, надо сделать две копии бумажки, надо будет написать, что в администрации у меня ее не приняли, и оставить одну администрацию, одну сохранить кивя. Как вы меня оставите? Вот, представьте, что я секретарша. Вот вы мне принесли, я вашу бумагу. Не, за что деньги платят? Я цепной бесс администрации. Чего вы пришли? Порвал я вашу бумажку. Правильно сделаю, что у вас две копии, одна у вас осталась. А вы достаете третью, чтобы я не думал, что у меня, чтобы я не ярмичал. Вам еще дать порвать? Надо так вот, сюда готовить несколько копий. Вам еще дать? А то часто бывает цап, а подлинник так вот держите где-нибудь здесь, а копии пожалуйста. Так что делает? Ну не берет она, ну не берет. Что, все? Будете рассказывать? Я ходил, она не взяла. Это вот этим закончится ваш спор? А что сделать? Рассказать? Вот у меня беседы такие бывают, да, в прокуратуру я прихожу, я говорю, возьмите, пожалуйста, документик. Я это не буду брать, это вы должны встретиться дежурным прокурором. Я говорю, ладно, я сейчас зайду за угол, я сдам на почту заказным письмом. Ладно, давайте, значит, поговорим, давайте бумагу вашу. Заказным письмом с уведомлением о вручении. Не торопитесь, если вам не выплачивают долго зарплату, если быстро выплачут, то что вы волнуетесь, если еще долго не выплачивают, вот подождите, когда вы получите уведомление, что получено. А это уже почта. Почта принесет, у нее нельзя не взять. Вы получите уведомление, у вас оно есть, все. И по закону 142-я статья Трудового кодекса вы должны выйти на работу, когда вам письменно придет бумага о том, что завтра, уважаемый Михаил Васильевич, вам будет выплачена зарплата, выходите, пожалуйста, на работу. Тогда я выйду. А до этого и не выйду. Это значит, я могу где-то еще подрабатывать эти дни. И я не обязан находиться на рабочем месте. Или буду сидеть на рабочем месте и читать капитал Маркса, том 1. Приходит, спрашивает, что делаешь? Капитал читаю. И что, ты зачем читаешь? Чтобы знать, как повысить цену своей рабочей силы. А как ты собираешься повысить? Да вот мы все читаем капитал. Это не считается забастовкой. Какая забастовка? Есть договор у нас. Если одна сторона не выполняет договор, значит договор не действует, правильно? И другая страна не обязана выполнять. Интересно, у нас был договор, я не выполняю, а вы выполняете. Вы сказали, интересно, у нас с вами отношения. Мы подписали общий договор, вы ничего не делаете, а я буду думать и делать вам, я тоже тогда не буду. Я тоже приостанавливаю работу, вот так обстоит это дело на юридическом языке. Ну, этому предшествовали и другие форумы. Приходят, зарплату они выплачивают день, второй, третий, десятый. А вы знаете, что у нас в 90-е годы? Полтора года они выплачивают. Вот приходят они, вот я прихожу, начальник цеха, а вы цех. И все сидите, вот как вы сейчас сидите, вообще не работаете. Что надо ответить? Ну, так грубо сразу? Ну, что я к вам обратился как товарищу, вы так? Ну, кто правильно ответит? Чего вы не работаете? Ну, чего не работаете? Ну, руки не поднимаются, я бы на вашем мискоду руки не поднимаются. А чего не поднимаются-то? А не ел давно. А чего не ел? Так зарплаты нет. Вот надо подвести же дело подвести зарплату. А еще бы я на вашем месте сказал, Михаил Иванович, дайте до зарплаты взаймы. Как раз вот сколько нам задолжали. Как получу зарплату, вам отдам. Я раз сразу и ушел. Приходит директор завода. Так, вы работать будете? Что надо ответить? Ну что вы качать? Будем. Ну что вы конфликты разжигать собираетесь? Или улаживать? Какие-то конфликтные такие. Буду. Когда? Когда покушаю? А когда будете кушать? Ну идите кушайте. А денежек нет. Дайте займу денежку до зарплаты. В общем вечером привезли зарплату. Ну никто не работает. Цех может не работает. А что он обязан работать что если есть договор? То одна сторона работает а другая сторона должна выплачивать зарплату. По той цене которая говорена. Нет и до этого не выплачивают. Я уже не говорю о повышении. Сейчас речь идет просто о том чтобы выплачивать зарплату. Но это пошли уже форумы борьбы. То есть это примеры откуда и жизни. Потому что в жизни есть одно. У вас есть желание больше получать средств для своего развития. А есть люди которых есть желание больше от вас получать средств для своего развития. Это противоположности. А чем разрешаются противоположности? Борьбой. противоположности чем разрешается? Борьбой. Но не надо так грубо как вы сказали что я не буду работать. Борьба разная бывает. И вот если мы теперь кинем такой исторический взгляд на развитие общества мы видим что чем отличается каждая следующая ступень в развитии общества другой формой другими производительными силами и другой формой их использования производственными отношениями были производственные отношения рвовладельческие это одна форма первая форма эксплуататорского общества следующая более высокая крепостнические то есть можно уже давать крепостному такие орудия которые рабу давать нельзя но рабу разве можно дать какие-то орудия он обязательно их сломает потому что это орудие это орудие его угнетения его уничтожения но абсолютно не заинтересован ни в каком развитии производства раба зачем я заинтересован она рабовладелец она все ест все получает а я в проголодь хожу и все что я могу как я могу быть заинтересован она говорит давайте давайте быстрее я говорю я стараюсь иду иду она и раз меня и заколола ну какие отношения в рабовладении а вот при крепостничестве уже я там присмотром над смотром на барсе не отработал и бегу работать теперь всей семьей на своем участке уже производительные силы тут развивается быстрее и средства производства другие и интерес другой у работников а при капитализме вообще получается вы вообще свободны можете не приходить на работу только кушать нечего будет а так можете не приходить вы можете не заниматься мне на работу идите ищите куда вы пойдете есть заводы то есть есть несвободные люди то есть мы собственники средств производства а есть свободные это вы идите свободно гуляйте ну если что проголодайтесь приходите мы обсудим вопрос не пойти ли вам ко мне на работу по какой цене вам продать мне свою рабочую силу. Сейчас вы не расстроены еще обсуждать. Ну, погуляйте денька, два, три, можете четыре, пять, приходите. Я открыт для разговора. Ну, сразу предупреждаю, у нас с деньгами у меня три острова надо купить в этом месяце. Тяжело. А на них же добираться, надо корабли купить, а потом сейчас пираты, надо еще военные купить, чтобы они сопровождали. Поэтому зарплата высокая, и не ждите, конечно. Но кушать вам будет. Не расстраивайтесь, все будет хорошо. И вот, так сказать, идут, так сказать, этап за этапом. И вот это деление на формации, это деление на такие формы производства, которое отличается способом производства. Есть первобытно-общинный способ производства, коммунистический, есть рабовладельческий способ производства, есть способ производства феодальный, есть способ производства капиталистический, и есть способ производства коммунистический второй. То есть такой коммунистический, который является результатом снятия всех предшествующих вот частно собственности способов производства можно это рассматривать и как такую трехчленную систему развития был коммунизм непосредственный при нем народ жил сколько лет примерно примерно 90 тысяч лет примерно примерно при первобытном коммунизме прожили 90 тысяч лет был матриархат сейчас вот феминистки выходили некоторые 8 числа и все-то требовали снова матриархат а ему говорят а это уже было основание есть вообще говорить о нерависти конечно большие в этом уже говорили и вот начиная с рабовладение идет частное собственное производство рабовладение федерализм капитализм и снова отрицание уже частной собственности отрицание частной собственности возможно только как создание утверждения общественной собственности то есть а общее это значит коммунестой коммунизм то нужно не первобытные обогащенные всем тем развитием которые достигнуты в лоне частно собственнических формаций вот на сегодняшний день у нас но если мы возьмем картину мира сегодняшнюю значит после октябрьской революции пошли другие революции вот есть такая у ленина работа называется лозунги соединенных штатов европы можете посмотреть она очень короткая там три или четыре странички он говорит что вот наступает эра революции первая новой революции а эра мировой революции это целая эпоха величайших потрясений класс острейший классы борьбы революции контрреволюции и побед революции в различных странах вот если мы теперь последим какие за это время прошли революции и контрреволюции мы обнаружим что прошли революции сначала в россии прошла революции сто лет назад которая привела к созданию советского союза а создание советского союза привело к тому что после разгрома гитлеровского фашизма появилась целая целая группа социалистических государств, во-первых, в Европе, в европейской части, это и Болгария, и Румыния, и Польша, и Югославия, и Чехословакия, и ВДР, и в том числе и на Востоке. А на Востоке сначала Вьетнамская революция, которая была результатом очень длительной борьбы. Сначала с французскими колонизаторами, потом с Соединенными Штатами Америки. И в этой борьбе при поддержке Советского Союза и Китайской Народной Республики Вьетнам в итоге выиграл, то есть Республика была создана, Социалистическая Республика Вьетнам, сначала Демократическая Республика Вьетнам в 1945 году. В 1947 году была создана Корейская Народная Республика, в 1948 году Китайская Народная Республика. Потом, в 1957 году появилась Кубинская Республика, которая совершила революцию в борьбе с составленниками американского империализма. В 1957 году. И последняя из революций, которая состоялась после очень длительной борьбы, это Лаос, Лаосская Народная Демократическая Республика. Вождем там революционеров был Кейсон Фамбихан. И вот эта цепь революций появлялась в то время, как в европейской части, наоборот, произошли контрреволюции в Советском Союзе. После этого появилась целая группа самостоятельных буржуазных государств, таких как Узбекистан, Киргизстан, Латвия, Литва, Эстония. То есть прежние союзные республики превратились в буржуазные государства. И в Европе бывшие страны СФ, те, которые я перечислял, тоже стали буржуазными. Поэтому, значит, все остальные революции, которые я перечислил, они остались. И в КНДР на сегодняшний день уже построена первая фаза коммунизма. А в остальных странах их переходный период от капитализма к коммунизму. То есть это и в Китае, и в Вьетнаме. В Вьетнам теперь 90 миллионов человек. В Китае примерно миллиард 380 миллионов человек живет. В Вьетнаме 90, в Корее порядка северных 25 миллионов. 11 миллионов на Кубе, и где-то 6 миллионов в Лаосе. Вот такая картина. То есть примерно полтора миллиарда уже человек живет в социалистических странах. С учетом того, что произошли контрреволюции в Советском Союзе и в европейских странах. Вот на сегодняшний день полтора миллиарда. Причем на первое место в мире по объему голового внутреннего продукта вышла Китайская Народная Республика. Социалистическая страна. В 2014 году она была на уровне с Соединенными Штатами Америки. Сейчас КНР имеет 17% мирового валового продукта, а Соединенные Штаты 15%. Ну и дальнейшее движение идет таким образом, что поскольку кризисов в социалистических странах нет, экономических, а в буржуазных странах они есть, и причем везде, и темпы роста очень сильно отличаются, скажем, сколько темпы роста в России. А вы не знаете, знаете почему? А потому что и не говорят. А почему не говорят? А потому что ценные сказали. Ну как бы ноль целых, там чего-то такое натягивает стата управления, но до одного процента никак не добрать. В Китае 6,5. Поэтому там речь идет о том, что о постоянном удвоении через каждые 10 лет. 6,5. Поэтому такая происходит в мире картина, развитие интересное. Вот можно даже сказать, что для империализма совершенно не характерное такое поведение некоторых буржуазных стран или государств. Вот посмотрите, нормальная для капитализма империализма картина, когда несколько кучка богатых империалистических стран грабит все остальные. Но некоторые крупные страны, такие, которые не хотят, чтобы их грабили, а именно Россия, Бразилия, Южная Африка, Индия, в которой миллиард двести, они сотрудничают и соединяются в блок с кем? С вот странами. Что такое БРИКС? БРИКС, знаете, как хорошо происходит? Бразилия, Россия, Индия, Китай и С, это Сауф, Африка, Южная Африка. БРИКС. То есть такой симбиозом. Симбиоз, скажем, тот же Китай, у него ракетно-ядерный щит слабее, чем у Соединенных Штатов Америки, а у этого симбиоза сильнее, потому что у нас паритет, у России и США, столько же боеголовок и столько же носителей, сколько у них, столько и у нас. Так договорились. А тут еще Китай, а он ни с кем, ни о чем не договаривался. И поэтому получается, что вот эта вот группа стран, она в этом смысле непобедима в военном отношении. С другой стороны, она вот чудесным образом соединяет буржуазные и социалистические страны. Чудесным, потому что деваться некуда. Пример Ливии, Ирака, Югославии показывает, что иначе. Вот так поступят с теми странами, которые ослабеют. И это было продемонстрировано. Ну, что сделали? Вот, если вы помните, когда речь шла о Ливии, товарищ Медведев поднял руку, чтобы наложить вето на резолюцию Совета Безопасности, которая открывала дорогу к уничтожению ливийского государства. А после того, как они посмотрели, я думаю, и Путина, и Медведев, посмотрели, как разорвали на части Мамара Каддафи. Тем более, это было сделано после того, как повесили избранного демократически главу Ирака Саддама Хусейна. Никому не охота быть в такой же ситуации. Поэтому все понимают, я думаю, и наше руководство понимает, что, ну, конечно, всем будет плохо, но в первую очередь разорвут руководители. Нас с вами не в первую очередь. Вас, возможно, и не тронут. Меня тоже, возможно, скажут, ну, чего они там эти профессора? Чего от них, чего с ними гуляться? А вот тут надо понимать. Поэтому картина, которую мы наблюдаем, совершенно необыкновенная. Такой раньше не было картины. И она говорит о том, как идет развитие вот в современном мире. А мы должны быть, ну, как на современном уровне, должны понимать, как идет современное развитие. Что вот ты ее не уложишь не в схему развития только социалистических стран или в схему развития только капиталистических стран. А у нас уже мир разделен на две системы. И эти две системы давно существуют. С какого момента? Сто лет назад образовалась. Пока система из одной страны, а теперь она из многих стран существует. И она, вес ее, удельный вес в мировом производстве постоянно возрастает. Вот картина. На этом мы сегодняшнее занятие и закончим. Спасибо за внимание.